коллеги приветствую я александр молчанов и мы продолжаем нашу сценарную онлайн конференцию если вы меня видите если вы меня слышите то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите и слышите сейчас к нам присоединиться первый спикер второй части руслан по ушу так сейчас я программу почему-то сейчас вот она программа и привет дара ты меня видишь да все видно слышно окей да ну все дружище ты в эфире друзья к нам присоединяется руслан по ушу человек человек ядерная бомба человек который снял огромное количество проектов огромное количество телесериалов такие как нежные листья ядовитые корни 2 шанс рая знает все и так далее так далее целая огромная несколько страниц фильмография просто ядерный двигатель чувак наблюдаю за тобой много лет и безмерно тебя уважают спасибо молчанов я тоже очень люблю а теперь джентльмены перестанем отсасывать концы поговорим на конец сценарном мастерстве аудиторию я здесь буду рядом то есть если что тебе надо будет вопросы задать или еще что-то я все время буду здесь да да я буду видеть аудитории не буду видеть или они меня видят я их нет они тебя видят тебе я могу тебя отдельно скинуть ссылку где чат находится чтобы ты ее открыл ну да может они что-то говорить будет потому что я люблю интерактив я там начну начало а потом они мне будет это спрашивать я буду читать скинь ссылочка я тебе скину ссылку только там не забудь поставить на паузу этот самый чтобы у тебя не звучало всякие звуки да чтобы не звучать хорошо сейчас секунду прямо секунду я открою поставлю на паузу трансляцию себе тоже открою так вот ребята пишут в комментарии народ потихонечку подключается после перерыва и надеюсь сейчас все свежими силами да отлично все я вижу я вижу я вижу слышу зайду обратно в зум а народ смотрит в ю тубе все про народ смотрит в ю тубе до трансляцию хорошо народ смотрит ю тубе это прямо прекрасно это прямо отлично тогда приступим ты саша упомянул что много всего снял да это так поработать пришлось и рассчитываю работать намного больше потому что работа это очень прекрасно и мною горячо любимая и очень интересная но чем я столкнулся как автор как режиссер ну это мое личное наблюдение я не буду говорить что это стандарт индустрии или так принято или это требуют там продюсеры какие-то или этот и этого требует зритель или что это написано в учебниках я вам свое наблюдение расскажу который для меня является ну например некой проблемы как автора проблемы как автора ну и как следствие как режиссера когда потом снимаешь то что написал сам или снимаешь то что написал какой-то автор есть определенные задачи которые диктуют тебе индустрия дан ты как автор когда приходишь на проект тебе ставят задачи индустрия в лице креативного продюсера генерального продюсера либо продюсера который ведет проект либо креативного директора неважно либо главного автора за главного автора который ведет либо шоураннера они тебе ставят задачу что нужен персонаж нужно нужно динамика нужен персонаж необычный нужен персонаж с какими-то своими внутренними проблемами нужен персонаж кем будет интересно наблюдать нужен персонаж который будет ну скажем двигать историю у которого будет куча проблем и нужен 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 персонаж нестандартный нужен персонаж не телевизионно особенно это в последнее время что я имею ввиду в основном есть такое понятие тоже д до тяжелая женская доля это персонаж его за глаза называют тоже . так вот основной огромнейший объем производимых сериалов это телевизионные сериалы естественно они про тжд про тяжелую женскую долю потому что ну скажем так производится у нас на в россии например полторы тысячи сериалов в год цифра кстати реально где-то больше где-то меньше сейчас не владеют точными цифрами сколько сейчас производится сколько производилось знаю что очень много и львиную долю этого этих сериалов занимают телевизионные проекты и львиная доля доля сценариев которые проходят через головы редакторов через головы креативных продюсеров через их мозг это тяжелая женская доля они все видят главную героиню с первых строк и зовут ее настя это как бы прямо любой откроет сценарий который тебе присылает в основном да на телеканалы где тяжелая женская доля главный персонаж это будет настя и с ней куча проблем и она вот героиня который выводится это естественно естественно это всем я не имею ввиду зрителя имею ввиду людей через голову проходит это уже всех достало ну то есть это одно и то же одно и то же одно и то же одно и то же истории более-менее меняется героиня не меняется она несет на себе крест всех бед которые случаются женщины все это вывозит и в конце концов получает свой прекрасный приз виде принца который любит который ценит который ее носит на руках но тем не менее но тем не менее это история о героине героиня которая преодолевает который несмотря ни на что старается и преодолевает ну там от сериала к сериалу это либо мент либо какой-то мужик который борется со злом либо это женщина вот которая вносит тяжелую женскую долю естественно у всех этих людей возникает соблазн сделать героя интересным мощным жестким со своими проблемами ну нестандартным античеловечным в каком-то случае подонкам где-то он убийца где-то он стремится где-то он психопат где-то он маньяк где-то еще и все это приводит к тому что начинают появляться герои и сценарий да особенно это можно наблюдать на площадках где есть персонажи ну так сказать не совсем классически не совсем классически которые изначально совершают какую-то глупость какие-то вещи которые в общечеловеческие нормы морали не вписываются например какая-нибудь девушка садится пьяная за руль пусть под давлением там своего ухажера у них да ладно что-то там выпила немножко садись за руль я просто очень пьяный могу сесть давайте поведешь тут ехать 200 метров садится пьяная за руль и сбивает человека изначально да этот человек и этот человек который разбил попадают в больницу и дальше сюжет развивается очень красиво она там ее мучает совесть ее мучает угрызение мучают и она старается ему помочь находит за человек которого сбила начинает за ним ухаживать и там конца не там пожениться история банально такая придуманная на ходу вроде все прекрасно смотришь вроде здорово сюда она совершила глупый поступок и его потом исправляет и становится прекрасным человеком но это я смотрю структурно да я смотрю как автор как сценарист как я не знаю как креативный продюсер как творец да что вот она совершила вот она исправила но можно ну давайте задумаемся пьяная женщина сознание в уме добровольно да пусть там ей кто бы что ни говорил села за руль поехала избила человека дайте рассуждать это преступление это жесть любой здравомыслящий адекватный человек скажет она в сознании совершила преступление ей нужно сидеть в тюрьме она нанесла тяжкие телесные повреждения кому-то то есть она знала на что она идет она знала что она делает она знала что какие могут быть последствия все знают что пьяном садись нельзя за руль и она за руль села что будет с персонажем после того как она совершила это поступок ничего не будет он перестает существовать нормальный адекватный зритель я не хочу проект тварь больше смотреть на зачем мне показывать то есть как и и как бы такого человека можно оправдать что нужно сделать такое чтобы зритель не перестал смотреть да но на мой взгляд я вот как зритель рассуждаю да нафиг она мне нужна неинтересно я хочу нормальную героиню мне хочется нормальную девушку смотреть пусть совершившую глупость но там не таких масштабах это я сейчас банану банальный первый первый в голову пришедший пример рассказал простейшего способа потерять персонажа который сам добровольно пусть и по глупости совершает преступление да и что делать вопрос ну тема выступления как не потерять персонажа когда например есть сюжет что как спасать давайте рассуждать давайте рассуждать общечеловеческими нормами морали чем можно спасти такую ситуацию банальную вот например у нас девушка совершила такую глупость что мы сможем сделать на сценарном уровне и на скажем на режиссерском уровне ну на сценарном уровне можно попытаться ее сделать прекрасную женщину что она там ходит в приют и помогает деньгами кому угодно спасает бабушек работать в защиту у нее 10 детей прочее 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 но все равно это ее не спасет чтобы ты сколько бы то есть стремлений сколько бы то есть его прекрасного как человека не запихнул в ее в ее персонаж если она добровольно совершает преступление хоть и скрыто завуалирована за за сюжетными ходами да там можно сделать что вот она была отвлечена она там со своим молодым человеком поругалась была в состоянии аффекта какого-то эмоционального стресса он ее отвлекал он ее там что-то сделал что-то там ей по ругал ее возможно нанесли какой-то стресс и она собственно выпившая все равно этого человека сбила это все равно не будет работать вот мне подсказывают в комментариях она сама должна пострадать в аварии ну что я могу на это сказать так ей и надо ну собственно искупает ли пострадать искупает ли вину персонажа что она сама пострадала что она сама погибла ну папа пострадала и попала в больницу например да продолжаем рассуждать вот она пострадала сама пусть она там изуродована да и мы такие ладно в принципе она получила по заслугам посмотрим что будет с ней дальше и пусть она там этого чувака которого она тоже там изуродову помогает ему в больницу ездит что-то делает и прочее не в конце он там узнает ну и в конце они влюбляются друг другу работает такой будет работать я тоже считаю что не будет работать сама пострадала не искупает это все-таки мне кажется и я уверен да вот я как руслан павлов уверен что здесь ход должен быть не в сюжетных ходах а в самом персонажи в самом самой ее личности если она адекватная умная женщина героиня которая там с лену идет к жизни совершать какие-то поступки добровольно садится за руль то ей нет прощение а ей нет прощения вот тут пишет что она внутри не должна измениться сильно конечно она должна измениться сильно арка персонажа должна быть но изначально ее первый поступок который она совершила она совершила преступление да добровольно не спасая никого никому не помогая просто по глупости совершила преступление прежде чем она изменится сильно все перестанут на нее смотреть потому что никто не хочет смотреть на людей которые совершают добровольно правильно вы все говорите во внутреннем изменении нужно показать на во внутренних изменениях в ее поступках в ее отношении к жизни нужно показать как она изменилась как она пришла к тому что как она осознала сколько она сколько ее чувств вины мученических ее переживаний это все нужно показать после того как она это совершила и рассказать но как довести персонаж как довести зрителя до этого момента потому что когда мы увидели что человек опять же в миллион раз это буду повторять в сознании и в добровольно совершает преступление знаю к чему это приведет но ну как бы да по случайности она сбила человек нет прощения это закрывает для 90 процентов адекватных людей ее историю если героиня будет кого-то спасать сел за руль сработать да под дулом пистолета села за руль понимаете это уже другое это это сюжетный ход когда ее заставили да ну мы сейчас персонажа персонажа не оставляем выбора мы сейчас рассуждаем про добровольное ну то есть она условно добровольная да она села за руль пьяная думаю что ничего не произойдет а там вылетела на скользкую дорожку на перекресток и сбила человека а никто ее не заставлял не это если под дулом пистолета под опасного преступника на котором куча трупов это все искусственные вещи ну то есть это все как бы мы ставим пытаемся поставить заплаты на персонаж на сюжет чтобы таки а ну преступника не жалко жалко и преступника не важно кого она сбила она совершила преступление тут об этом разбила владею уровнях гитлера вот раскольников сознательно убил и мы за ним прекрасно наблюдаем ну давайте не путать классику раскольникова прекрасно убил давайте не путать классику которую нужно прочитать которая является классикой и у него давайте достоевского не будем путать с жанром да достоевский и раскольников это немножко другое поверьте мне про прежде чем прочитать достоевского раскольникова миллион раз услышите про то что это нужно что ну это как бы основы психологического триллера да да вот так достоевский его читаешь не не следя за персонажем а знаю что это классическое произведение не надо сюда достоевского приплетать хотя если грамотно простроить персонажа то можно смотрите например как решается иногда ну как бы какие есть решения персонажные для для таких вещей ну когда доброволь расхода извини я просто включусь раскольникова мы оправдываем через сонечку мармеладову то есть мы подключаемся к сонечке и через нее мы его оправдываем да я не спорю да оправдывать то мы его оправдаем то и мы и девушку оправдаем просто вопрос то в другом там говорят так что нас заставляет читать раскольникова фамилия фамилия достоевский и текст который написан там 200 сколько там 150 лет назад вот вопрос то в чем был ой я тебя не слышу так я выключился да слушай но а вот смотри на самом деле вот хороший очень комментарий а с какой целью мы оправдываем с какой целью вообще оправдывать зачем вообще оправдывать такого персонажа бывают бывают случаи когда исходное событие первое это преступление ну по-другому просто не расскажешь тут и его не надо оправдывать он в сюжете оправдан тут немножко ну давайте правильно рассуждать персонажа мы оправдаем ну то есть он будет оправдан сюжетом и она искупит свою вину и все свои ошибки исправит вопрос ставится по-другому как его не потерять ну этот персонаж не потерять для зрителя не потерять для истории но основном не потерять для зрителя зачем нам его оправдывать потому что мы все большинство людей совершают глупости будучи зная я вам объясню такие персонажи есть они будут всегда и никуда не деться от них просто есть как бы моменты где мы можем грамотно рассказать историю есть моменты где история начинается с исходного события где персонаж совершает глупость и людей совершающих глупости сеть на огромное количество и нет оправдания нашим глупостям все зависит от того насколько тяжелой последствия после этих глупостей да потому что все большинство совершенных преступлений глупости они решены по глупости зачем нам его оправдывать ну история такая потому что нужно оправдывать люди что нужно пара вот я немножко другое событие конечно нравится твой заход да но мне кажется что вот таким событием может быть практически любое практически любой выбор да 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 им вы выводит ребенка из дома да ребенок плачет и она отвешивает пощечину все мы потеряли персонажи потеряли выходят из квартиры подходит верни к двери возле двери сидит таракан да она снимает тапок хлопает этого таракана все теряли этого героя да да то есть мы почему потому что не соответствие нашим ожиданиям да то есть мы у нас есть ожидание идет общечеловеческий даст идет настя идет настя и мы сейчас мы ждем что сейчас мы увидим как это настя будет приехавшая из деревни строить свое личное счастье и выйдет замуж за менеджера среднего звена и купит однушку в капотне да и найдет там свое счастье и она из этого нашего ожидания она ведет себя так что обманывает наши ожидания да да хорошо вот задача как решить какое решение ты пред drives вот я хочу предложитьuu задача которыми я уважаю лишение которыми я понял потому что если настя не будет заманило наше ожидания будет скучное кино правильно настя обязана наше ожидание обманывать она вынуждено обманывать иначе никто не будут кино смотреть иначе не будет сюжетии она не будет так глупости Clone Тут, на мой взгляд, решение кроется в самом персонаже, какая она должна быть. Если у Насти есть в сюжете события, которые она совершает по глупости, которые обманывают наше знание, ударяют ребенка, давят таракана, убивают собаку, сбивают человека на машине. Что здесь можно сделать изначально этой Насте? Начну. Если человек адекватный, ты видишь умную, красивую героиню, женщину, ей такие вещи непростительны, она знает, что она делает. И если ты видишь дуру набитую, глупую, ты можешь сказать, она не понимает, что она делает. Да, она дура, ей хочется убить, но ты не теряешь ее, ты продолжаешь за ней следить. Понимаешь мысль мою? Понимаю, да. Хороший, хороший заход, но здесь возникает вопрос, а зачем мне смотреть кино про дуру? Вот, да, это есть. Где я в этой дуре? Да, естественно. Ааа, где я в этой дуре? Это не надо. Все мы в этой дуре. Мы в этой дуре все. Главное эту дуру, ну, грамотно построить. Помнишь же раньше, что у нас много... Ну, это решение не сегодня придумано, оно давным-давно существует. Там в нулевые, в девяностые годы мы смотрели кучу фильмов, где персонаж дебил с самого начала. Просто дебил, да? Ты думаешь, почему он такой тупой? Почему я должен за ним смотреть? Почему? Ну, то есть... Потому что вот эта вот дуга от глупца к мудрецу, она есть, но этого дебила нужно все-таки нормально подавать. Ну, то есть его грамотно преподносить, что она дура, не просто ходит и дура, да, натыкается на столбы и там не знает, как говорить и ведет себя неграмотно. И просто так там воруют у отца часы и, ну, прочее, делают всякие глупости. Все-таки это должен быть выверенный, грамотный персонаж, но который еще глуп в каких-то вещах жизненных, в жизненном опыте. Он не знает, что... Он знает, что может случиться, но еще не наступал, не обжигался ни разу. Вот в таком плане. Вот это основа героини голубой, да, наша прекрасно любимая к теме голубая героиня, которая красивая, умная девушка, но она глупа по жизни в плане опыта. Ее легко обмануть, она доверчива, она не дура, она знает много слов, она училась в словаре, она отличница. Но во взаимоотношениях людей, в том, что может быть, какие последствия, она глупа. Это вот одно из... В этом есть смысл. Я сейчас просто мысленно пытаюсь вот эту идею накинуть, скажем, на тот же Breaking Bad. Да. Но вот если вспомнить пилот, по сути, пилот это и есть та самая дура Настя. Да. Мистер Уайт в пилоте, да, который такой какой-то лох, которого там жена, которым вертит как угодно, сын, которым вертит как угодно, который преподает в школе. И, в общем, такой лузер, который там непонятно чем занимается, да, то есть его там тесть, как-то брат жены, это кто? Это тесть, зять, тесть. Значит, он его зовет куда-то на какую-то самую, да, то есть он такой из осеннего марафона персонаж такой. Болтается как говно в проруби, да, и потом постепенно в конце, ближе к концу этого пилота, да, он себя один раз проявляет как героя, да, как в магазине. В магазине, да. И мы понимаем, что, о, это не просто Настя, это еще Анастасия Павловна, да, будущее наше. То есть, да, есть в этом смысл. Ну, вот смотри, ты знаешь, я, вот есть очень, Татьяна, вот очень хорошее замечание пишет, на мой взгляд, сейчас, ребят, Татьяна, да, но только про ТЖД почему-то пишут мужчины-сценаристы, которые почему-то уверены, что они в этой теме разбираются. На самом деле это не ТЖД, а очередной взгляд через призму мужского восприятия на ТЖД. Вот по поводу мистера Лайпа, да, я тоже хотел тебе сказать, вот, и это, как бы, прекрасный пример, где авторы очень грамотно, дозированно проводят персонаж дьявольский, да, ужасно, он же сущее зло, как нас красиво, нами манипулируя, дают нам, подают нам этого преступника, как героя, за которым нам интересно наблюдать. Через череду манипуляций, через череду, собственно, вот это и хочется раскрыть, вот эту тему, что, как не потерять персонаж? Что, персонаж теряется очень легко, когда ты видишь, да он, какой он герой, тварь, не хочу на него смотреть. Открываешь сейчас любой сериал с площадки, да, пусть они красиво сняты, дорогие бюджеты, но я там две серии посмотрел и, ну, блин, нафиг это надо, проститутка, наркоман, ублюдок, лицемер, тварь, и все они, как бы, что-то пытаются жить там, между собой разговаривать, и чего за кем-то, ни одного нормального, адекватного человека, хотя я не знаю, меня в жизни окружают прекрасные люди, пусть у них там, может быть, что-то есть, и какие-то тайны, я не знаю, но они мне помогают, и я им помогаю. Ну, то есть, это неадекватно реально, зачем, ну, то есть, для меня это все потерянные персонажи, и я там дальше первой серии не могу смотреть, только если с профессиональной точки зрения, посмотрите, как там снято, чем закончилось, сюжет как построили, вот, и как зритель, ну, мне неприятно. Вот к чему я веду. Да, говорит он. Да, ну, слушай, вот, Татьяна, мне, как бы, нравится то, что вы пишете, добавлю про ТЖД к своему посту вверху, потому-то и получаются многочисленные однотипные насти, которые сбивают людей и попадают в дурку, что пишут те, кто не разбиваются, не разбираются в теме. Это перекликается с тем, о чем мы говорили с Радой Новиковой пару часов назад, незадолго до перерыва, да, то есть, когда она приводила пример, когда она смотрела сериалы, да, какие-то пилоты сериала, сериалов разные, французские там и так далее, и так далее, и там появляется наш какой-то сериал, и вот, значит, там появляется девушка, которая идет на каблуках на 15 сантиметров, да, бюст, ресницы там и так далее, и так далее, да, и вот дальше начинается пилот про девушку, которая, там, бьется за свое личное счастье, уничтожая все вокруг живое. Но мне кажется, что тогда, смотри, может быть, тогда дело все-таки не в том, что герой должен быть идиотом или герой должен быть циником, да, а в том, чего герой вообще хочет, да, то есть, вот та самая песня, да, у Диснея есть структурный элемент, да, песня героя «Я хочу», вот, и если заставить наших героев спеть песню эту «Я хочу», там такая херня получится, да, «Я хочу» чего? «Замуж», да? Ну, и, как бы, я не очень понимаю, почему, почему я, во-первых, я не уверен в том, что единственной целью любой женщины является выйти замуж, я уверен, что есть гораздо, да, есть большое количество разных других целей, более интересных, да, и так далее, и так далее, вот, и, не знаю, создать бизнес, да, написать, создать какой-нибудь творческий проект, да, не знаю, восстановить свой поселок родной и превратить его в место, пригодное для жизни, да, например, мне очень нравится история про актрису, я не помню, к сожалению, фамилию сейчас, в 90-е годы про нее как-то попался мне репортаж, которая была актрисой, жила в Москве, и потом она уехала в деревню, да, и стала там председателем колхоза. Офигенно, офигенно. Я пытался запустить проект, да, то есть написать сериал председателю про эту женщину, но не получилось, потому что такая история на каналах, она не была востребована, да? Да. Вот что касается целеполагания, что касается цели героя? Ну, смотри, цели героя, опять же, на мой взгляд, считаются дурным тоном, да, когда цели героя озвучиваются в лобовую ей самой. Ну, вот смотри, извини, я просто еще прям вот очень-очень точный комментарий, вот для меня героиня почки была такой твариной, смотрела с отвращением. Ну, ну, я про это и говорю, это потерянный персонаж, ну, то есть, как бы... Потерянный персонаж. Смотришь с отвращением, удовольствие не получается, у нас основная задача. Светлана Крючкова, да, вот Светлана Крючкова, да, совершенно, вы совершенно правы, да. Да, окей, извини, я... Вот там написано, смотри, да, Светлана Контарович, да, говорит, а за адекватными, успешными и так далее, интересно наблюдать. Вот я поясню. Например, просто расскажу историю. В 16-м году работал над сериалом, называется «Правила жизни», про содержанок, стриптизерш и прочее. Там были, как бы, ну, даем их с пониженной социальной ответственностью женщины главными героями. Там их было несколько штук, у всех у них было. Я, как бы, решил не буду, я писать не знаю темы, и через там определенных людей вышел на этих девчонок, и там за какие-то деньги, а где-то и бесплатно, я брал у них интервью. Просто расспрашивал, кто, чего, кто чем занимается, кто в этот бизнес как пришел, кто чего хочет. Большинство, большинство этих женщин, которые там, они приезжие, да, есть, конечно, и которые просто интересно, на дочери богатых родителей таким способом развлекаются. Есть девчонки, которые учатся там в балетных, актрисы, которые таким способом подрабатывают себе деньги, чтобы жить спокойно. И есть те, которым просто нравится это жить. Но большая часть, которые там работают, это женщины, приехавшие из провинции, у которых есть дети, у которых есть семьи, которые им нужно содержать, которые все деньги отправляют к себе. Правильная цель? Я не знаю, ну, то есть, можно ли таким образом оправдать ее? То, что она там помогает больному ребенку, танцуя в стриптизе, это я рассказываю реальные вещи. Безусловно, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Тварь она, тварь, будешь за ней наблюдать? Я лично буду, потому что она искренне, она потанцевала на стриптизе, потрахалась с клиентом, он ей дал деньги, она пошла на почту, отправила деньги, я вижу, куда они пошли, что дальше будет, почему она это делает. Там уже, ну, там, в жизни лучше драматург, там интереснейшие истории. Ты знаешь, вот то, что ты описал, это более или менее моя жизнь. Да? Приехал из деревни, пошел, потанцевал в стриптизе, да, написал сериал для Первого канала, получил деньги, отправил маме в деревню. Да. Тварь, тварь. Ну, это так и есть, как бы. А потом мы, конечно, уже начинаем говорить про ставки, насколько ты можешь перешагнуть черту, да, ту самую пресловитую тонкую красную линию, где ты уже становишься не героем, а Уолтером Уайтом. Да. Понимаешь? Вот. И к чему я веду-то, что цели, пусть они заявленные, цели у персонажа есть, но эти цели должны исходить из того, ну, то есть, цель мы должны персонажа, пусть он совершает какие-то поступки, как тварь, но эти цели, прежде всего, ну, на мой взгляд, они должны быть направлены, если человек, сейчас переформулирую, потому что мысль бежала далеко вперед, переформулирую, многое можно оправдать персонажа, если он старается для кого-то, а не для себя. Это раз, да, если он спасает любимых людей. Первое. Ну, вот. Если он жертвует, это называется жертва, если он жертвует собой, как человеком, чтобы помочь кому-то, это оправдывает. Не знаю, любое, не любое, но вот это и есть жертва, потому что герой жертвует, у нас все герои, они должны жертвовать, ну, как бы, это основная, неотрезаемая часть героя. Герой, если ты пишешь про героя, про ту же ТЖД, мне должна быть жертва в истории, иначе-то никто не будет смотреть успешно, неуспешный. Ну, вокзал для двоих, по сути, как раз похожая история, и жертва, когда человек жертвует собой для другого. Да. Ну, возвращаясь, как не потерять персонажу, как не потерять персонажу, я все веду к тому, что персонажа нужно выстраивать в балансе его цели, как ты грамотно говоришь, желаний и препятствий, да, то есть, его поступки, то, какое он сейчас, и то, что он совершает, какую бы глупость он не совершил, да, ну, просто я про женщину, там, начал, пример, это изначально, там, у меня была одна проблема, я ее привел, как мы ее уже решили, там, более-менее, но, не суть, не об этом, то есть, нужно персонаж, его сюжет, про этого персонажа, его драму, выстраивать в балансе, на его желание, чего он хочет, чего он, чтобы они превышали, и вы, или даже, как бы, его цели были намного благороднее, чем, ну, какие бы поступки он не совершал, вот, ну, в таком плане, я имею ввиду, понимаешь, что ты говоришь? Понимаю. Вопрос, а как, как эту жертву заявлять, вначале? так эту жертву заявлять? Да как? Так заявлять. Так, военные 400, по возможности, так, по возможности, максимально положительные герои, героини, какой-то маленький недостаток, и уже сам недостаток, становится уже социально приемлемым, так и продвигают окна Авертона. Вот я, кстати, с этим согласен, да, потому что, вот есть, например, сериал канала HBO, Эйфория, сериал, в котором, казалось бы, осуждаются, то есть, сериал о наркотиках, да, и, в общем-то, да, там показаны то, каковы последствия того, что люди употребляют наркотики, да, и мы это вроде бы осуждаем, но при этом мы видим то, что, во-первых, да, мы видим офигенно красивых девчонок, которые употребляют наркотики, и мы видим офигенно крутых парней, которые этими наркотиками торгуют, и в итоге получается так, что вроде бы, ну, смотреть интересно, все смотрят за этим, да, но реально под видом осуждения наркотиков, нам продвигается тема, скорее наоборот, употребления наркотиков, мне не очень понятно, зачем это делается, я это вижу просто, я это не могу развидеть, ну, как непонятно, зачем это делается, очень все просто, нужны подписки, это же как бы, платформы не телевидение, там не просмотры важны, там подписки важны, да, чем ярче, чем интереснее, чем провокационнее проект, чем больше о нем говорят, тем больше подписок, но опять же, мы говорим о грамотных манипуляциях, Breaking Bad, это 100% классная, грамотная манипуляция про антигероя, если ее рассказать другой команде, другим путем, другими приемами, это будет жесть, и мрак будет смотреть противно. Я согласен с этим, я тебе могу рассказать просто одну историю, про которую, за давностью лет можно это уже рассказать, уже все эти самые, все сроки давности прошли, дело в том, что много лет назад, лет, наверное, 10, когда там только-только вышел этот сериал, мне заказали адаптацию этого сериала, Breaking Bad, вот, и я делал разработку, то есть я полностью расписывал весь первый сезон по сценам, писал пилот, и нашел, мне кажется, некий ход, нашел, как можно это сделать, да, вот на нашу аудиторию. И этот сериал запретил госнаркоконтроль, этот проект. То есть его отнесли на канал, не скажу, какой канал, предложили, канал согласился, сказал, вот если госнаркоконтроль даст отмашку, что типа мы не возражаем, отнесли в госнаркоконтроль, там посмотрели и сказали, нет, ребята, этого сериала на российском телевидении не будет. Тогда я бесился дико, и думал, какие дикари и идиоты. Вот, сейчас я понимаю, что они все правильно сделали, потому что, если бы мы сделали этот сериал, как бы то ни было, вот как бы уж мы сделали это, нашли оправдание, придумали там сюжетные ходы какие-то еще, да, все равно это был бы сериал про, так или иначе, да, про учителя, который торгует наркотиками. Вот как ты не крути. И в американской культуре это воспринимается одним образом, в нашей культуре это будет восприниматься совершенно другим образом. То есть у нас это будет гораздо жестче, гораздо сильнее, гораздо откровеннее и гораздо страшнее. Да, конечно. Так и в американской культуре, я, что я хочу сказать, вот по моим наблюдениям, да, Breaking Bad нравится абсолютно всем представителям индустрии, начиная от рабочих на площадке, заканчивая генеральными продюсерами, руководителями каналов. Любой режиссер, любой сценарист, любой художник по гриму, кто угодно, любой художник, любой оператор, все скажут, Breaking Bad класс. Спросишь у человека, который не имеет отношения. Да, интересно, но это же, блин, это про тварь, которая торгует наркотиками. Ну, то есть у человека, да, классно, красиво, сделано, очень интересно смотреть, но про преступника. Это же про торговлю наркотой, да, популяризация, что можно торговать, если у тебя рак, ты можешь торговать наркотой. Вот что получается, да. Ну, понимаешь, да? Вот, пожалуйста, оправдание. Потерянный персонаж, на мой взгляд, потерянный. Классный сериал, очень классный, прям здорово. Все знают, и все, как бы, Миллиган, там, Миллиган же, да, его делал, получил там все свои призы, собрал. Джиллиган, да, Бинс Джиллиган. Джиллиган, да. Но есть, есть, да, есть, что называется, Breaking Bad на минималках, да, сериал под названием Озарк, который, по сути, тот же самый, этот самый, тот же самый, Breaking Bad, да, с той разницей, что там не наркотики, а отмывание денег, да, то есть, менее все-таки, менее такое преступление, вот, и нет рака у главного героя. Да, но Озарк, да, все-таки, что его запихнули. Я не мог его смотреть, то есть, я посмотрел его, да, классно сделано, все, причем, американцы сами в восторге от этого сериала, да, Джо Роган считает, что искушенный достаточно зритель, да, и считает, что прям все отлично. Ну, вот, я посмотрел, я не понимаю, почему, почему я должен переживать этому персонажу, вообще не понимаю. Я выключил, перестал, не стал дальше смотреть. Да, вот смотри, интересная тема, я вот хотел тебе про Декстера сказать, и вот уже написали. Да, да. А что Декстера, Саш? А что Декстера? Да, а что Декстера? А там тоже манипуляция, потому что Декстер за нас, понимаешь? Да, да, как в сериале «Правдивая ложь», жена спрашивает у этого, ты убивал людей? Да, но они все были плохие. Да, потому что Декстер там очень четко в каждом сцене, в каждом предложении он ловит убийцу. Да, я убийца. Это есть очень интересная тема. Как его забыл? Комик есть прекрасный, он говорит, вот если есть спаситель, да, супергерой, который спасает всех, сотни жизней, но ради каждого спасения нового ему нужно кого-то изнасиловать. Шапель, Дэйв Шапель. Да, Дэйв Шапель, точно, он. Да, там шикарный гэг по этому поводу. И он говорит, ну, может быть такой герой или нет? Да, возможно или невозможно? Манипуляция. Манипуляция. Очень жесткая манипуляция, конкретная манипуляция. Нет, мне кажется, такой герой не может существовать. Декстер как бы, это просто, опять же, манипуляция, грамотно, красиво. Да, вот он все прекрасно делает, ловит преступников. Пусть он один, как бы, преступник, но он много других поймал. Вот. То же самое с доктором Хаусом, да? Мне интересно, вот он был такой подонок, да, всех нахер посылал, но спасал жизнь, там, Кадди все время его защищала. Может в реальной жизни такой существовать, такой доктор? Наверное, может, да? Вот, но это неправильно, это неправильно, потому что, если он, как бы, не вписывается, ну, если он не соблюдает общечеловеческий, ну, как бы, он, ладно, доктор Хаус неправильный, он там не преступник, никто, он просто подонок и урод, за которым интересно. Мы циников любим, он не совершает преступления. Хорошо, но это тот же пример, это та же манипуляция. То же самое, да, когда в концлагерях изучали, на людях лекарства испытывали, которые потом спасли миллионы жизней, я не знаю, байка это или нет, может быть такой существовать, или не может быть, ну, мы можем ли персонажа, который совершает зло, оправдывать его благими целями? Нет, мне кажется. Ну, то есть, все-таки нужно знать, где персонаж пересекает красную линию, не давать ему эту красную линию пересекать. Слушай, мне кажется, что здесь все зависит от, это, ты прям, ты попал, на самом деле, в самый-самый, вообще в самый нерв, то есть, вот тема, которую ты поднял, это вообще нет важнее этой темы, то есть, это прям снайперское попадание. Мне кажется, что здесь все зависит от того, как к этому относятся, как это воспринимает общество, да? Ну, например, там, не знаю, эвтаназия, да? Вот наше общество нулевая толерантность к эвтаназии, да? То есть, ты, если ты, у тебя есть хоть малейший шанс прожить еще один час, да, значит, доктор должен за тебя бороться, да? То есть, доктор должен тебя хреначить этим электрошоком, да, вытащить тебя, да, чтобы дать тебе хотя бы лишнюю секунду на этот самый, да? И это, это наша культура, да? То есть, человек должен до конца бороться. Православная культура, Россия, это очень православное общество, да, конечно. При этом, европейская культура, европейская, американская культура тоже, вообще западная культура, давай так, да, она, вот эту тему эвтаназии очень сильно продвигает и в своем кино тоже, да? То есть, если посмотреть, например, на малышку, на миллион, да, то есть, но она могла жить дальше как-то, да, но если она не может добиться своей цели, значит, ее жизнь не имеет никакого смысла, и даже искать этот смысл не надо, а надо умереть. И она выбирает смерть и умирает, да? Это кино, которое получило Оскар, минуточку. И Скорсезе обошли Оскаром в тот раз для того, чтобы этому фильму дать этот самый. Вот так же и этот моральный выбор, да, то есть, по сути, то, о чем ты говоришь, это дилемма вагонетки, да, то есть, пять человек задавить или одного человека задавить? Да, да. Стоит ли там одной слезинки ребенка? Вот, и мне кажется, что здесь любое решение плохо, да, то есть, какое бы ты решение не предложил, художественное, да, и, опять же, западная концепция, да, она в этом смысле, она однозначна, да, то есть, вот мы смотрим, спасение рядового района, пожалуйста, одна жизнь, да, мать, четыре ребенка, четыре сына, трое из них погибли, остался один президент, заколебался, звонить матери и говорить, что ее очередного сына убили, и он говорит, так, вытащите мне этого парня, туда отправляются люди на спасение его, да, у каждого из них своя история, у каждого из них своя жизнь, у каждого из них, возможно, какое-то будущее, и они отправляются, и они все гибнут, один за другим, для того, чтобы спасти одну жизнь, да, вот как здесь, вот как здесь отвечают на этот вопрос, да, одна спасение одной жизни достойна того, чтобы пожертвовать многими жизнями, да, то есть, что они, можно менять на другие, и финал этого фильма, ради которого он был снят, да, когда он приходит куда-то там, на кладбище, где эти ребята похоронены, да, военные, и с ним огромное, да, то есть, он стал корнями огромного дерева, да, некого рода, да, то есть, нам показывают, что, типа, вы не зря своими жизнями заплатили, не за его жизнь, а вот за их жизнь, наши, в нашей культуре, наша культура, мне кажется, она такой размен не признает, жизнь за жизнь, в моем мнении, может быть, не признает, ну, я не знаю, жертвовать жизнью своей, ради, там, чьей-то другой, это... Только своей, да, только своей, Александр Матросов, пожалуй, да, вот я, добровольно, но чужой, чужой, нет, а если я там, командира говорю, так, ладно, вы трое, вас не жалко, вы там, помрете, чтобы вот он жил, это уже, да, другое, но видишь, Спилберг, он же тоже не дебил, он молодец, он сделал этот фильм как исследование на эту тему, он как бы разложил, вот он, смотрите, вот так вот бывает, вот все, он же не придержался никакой стороны, финал, да, это он, конечно, опять же, сманипулировал, там, смотрите, сколько ростков, да, дали эти жертвы, что ваши жертвы были не напрасны, вы жизни сложили не зря, ну, там же все очень четко, он все как бы, все прелести такого обмена, таких жертв рассказал, что вот, он показал каждый, кто как умер, кто как погиб, ради чего, они там все спрашивают, почему моя жизнь важнее, не важнее, там кто-то как-то отвечает, тот же командир говорит, есть приказ и прочие вещи, ну, там, исследование такое, да, этого фильма, где он в функционале дает ответ, понятно, это, такое, он фильм превратил в документальный, да, где задал вопросы, и на них не ответил, ни хрена, так, скользко, показал, а где правда, где неправда, ну, не поймешь ты никогда, да, прикольные такие темы в фильме, поднимать, когда у тебя сам сюжет, сама тема фильма является этим вопросом, да, когда, а что важнее, вот у меня, например, возьми любого Бэтмена, да, там, это Гуличия, Гуличия же тоже до этого, тот же Джокер, да, он же тоже, прежде чем стать психопатом злом, был прекрасным человеком, с заболеванием, да, он там страдал, его никто не любил, и он пошел, и стал всех убивать, но он не герой, ни хера, весь фильм этот, посмотрел миллион людей, да, там, миллиарды людей, но, какой же он герой, ну, герой, такие люди в школах стреляют, как он, да, это типичная, причем очень жесткая манипуляция, и лично у меня, когда я смотрел Джокер, я как профессионал, наслаждался, классно снято, очень здорово играет, а как человек, думаю, нахера вы сняли этот фильм, нахер он нужен, это же ужасно, ну, то есть, общество, да, оно жестоко, и общество цинично, но ты в этом обществе должен существовать, ты должен, ну, твоя задача, как индивидуума, в этом обществе жить, если ты своей задачей ставишь, как бы, целью делаешь уничтожение общества, сделать ему плохо, как можно больше из этих членов этого общества убить, навредить и прочее, ты изгой, ты не принадлежишь ему, это так, это так, тебя нужно, как, ты зло, ты становишься, ну, фильм это для общества снимается, ну, как бы, фильм это, как бы, произведение, которое, делается, чтобы общество посмотрело, если, понятно, оно циничное и прочее, в этом обществе есть куча неудачников, которые готовы взяться за оружие, чтобы отомстить за причиненные моральные страдания, и не только моральные, вот, но, если, ну, на мой взгляд, такие персонажи достойны считать, только, лишь в качестве примера, который стоит изучать, ну, для индустрии, они это делали, ты знаешь, вот они, когда вводили вот этот кодекс Хейнса, да, и я смотрел, я боюсь ошибиться, это может быть человек со шрамом, первый, Скэгни, может быть враг общества, точно не скажу, в каком фильме, да, и вот там, перед началом фильма, появлялся большой титр, в котором говорилось, что авторы этого фильма, не одобряют этого персонажа, и считают, что такие персонажи должны быть уничтожены, и так далее, и так далее, вот, но при этом, да, то есть они как бы рамку поставили, мы типа такого персонажа не одобряем, но при этом там была сцена, да, в которой герой, я не помню, по-моему, апельсин или яблоко, апельсин, по-моему, он ел и ругался с женой, в какой-то момент он жене просто этим апельсином залепил в лицо, и я понимаю, что все те зрители, да, которые смотрели это кино, они все такие, я хочу быть на его месте, да, то есть это вот такая, то же самое, да, такая животная манипуляция, да, такая вот, показали некий образец для поведения, да, то есть как бы под видом критики, да, тебе дают неестественные, неестественные модели поведения, да, кстати, Мария, Мария вот пишет, американцы делают привлекательными преступников в своих фильмах, начиная от «Поймай меня, если сможешь», до стартапа, кстати, да, согласен, абсолютно, это нормальное желание любого автора сделать персонажа привлекательным, потому что, ну, персонаж – это персонаж, есть же такое даже правило, перестань отдавать лучшие реплики персонажам второго плана, ну, как бы, это правило такое, нельзя, если у тебя есть хорошая реплика, оставь ее герою, зачем, тебе нужно все, все твои окружения героя должны работать на него, подавать ему хорошие шутки, оттенять его грамотно, и чтобы он выглядел, это, ну, как бы, закон драмы, да, конечно, если ты выбираешь преступника, главного героя, преступника, он у тебя будет хорошо выглядеть, он у тебя будет крутым, интересным, но это нормально, это правила такие, против правил не попарешь, никто не будет смотреть неинтересного, там, у тебя главный герой находится треть хронометража всего фильма, крупный план, главного героя, треть хронометража, он вынужден быть привлекательным, главный герой тебя в любом случае будет таким, чтобы от него нельзя оторвать глаз, в любом случае, даже если он, ну, какие-то у него странные недостатки, они будут настолько красивые, ты будешь все равно на него смотреть, это правило, это закон жанра, тебе придется, ну, тебе, они вынуждены их делать такими, любые, любые фильмы про преступников, про всяких там Бонни и Клайда и прочее, ну, да, это романтизация героев, этих преступников, да, возьмите прирожденные убийцы, что это такое, романтизация, Бонни и Клайд, там, те же самые, романтизация преступников, да, это прикольно, но не только забывайте, про что авторы хотят в себе славы, и они знают, что это работает, все знают, что романтично быть преступником, Робин Гудом, бегать по кустам, стрелять людей, полицейских, это всем прикольно, да, это очень здорово, только это не херно, спасибо тебе большое, да, Саш, тебе спасибо, да, ты прям молодец, что эту тему поднял, да, то есть это одна из тем, из таких, которые находятся в какой-то такой мертвой точке, да, в которую никто не замечает, а на которую, на которую, в общем-то, стоит обращать внимание, спасибо тебе большое, что пришел, рад тебя очень видеть, ребят, я тоже, Саш, пишите в комментариях, пишите много-много-много благодарности Руслану, все, пока-пока-пока, пока, пока-пока.